Этого парня знает и смотрит не так много человек, хотя его игра и результаты на высочайшем уровне. Он ничем не уступает нынешним топам и мы в этом убедимся благодаря нынешней катке на 45 убийств. Я уверен... Кайф позиция! Этот матч был записан до того, как разработчики понерфили ската, так что будут крутые пузыри и их использование. В описании ссылка. О! Одним шаром двоих пацанов. Обычно как бы у одного пацана два шара, тут у двух пацанов один шар. Можно только посочувствовать. Ну и конечно же всегда нужно помнить, каким бы ты сильным игроком не был, всегда нужно бояться какого-нибудь Виктора. Ох! Еще один игрок в последнее время, на мой взгляд, незаслуженно обделенный вниманием, это, друзья мои, Лизо. Человек, который не так часто мелькает в каких-то новостях, рекордах и еще чем-то, но тем не менее, все равно играет крайне достойно. И сейчас мы с вами посмотрим его матч больше, чем на 44 фрага. Вообще, конкретно здесь, Ocean Odyssey, да, вот с этим вот режимом, немножечко теперь сложно воспринимать реально крутые и мощные катки. Потому что, когда есть люди типа Тродзе, которые делают 50+, даже 55+, то матчи на 40 уже кажутся не такими уж и жесткими. Но это, естественно, не так. Я напоминаю, что любой матч, у которого больше чем 21 фраг, уже считается официально мега крутым. Поэтому здесь не стоит принижать заслуги других игроков, ну, даже при условии, что они чуть ниже, чем у Тродза. Ну, Тродз такой один, так что нормально. Давайте смотреть, что из себя здесь представит Лизо. Конечно же, друзья, я напоминаю, что спонсором этого ролика является компания 1Х. Наиболее надежная, с лучшими предложениями. Так что, если вы любите спорт и киберспорт, то в закрепленном комментарии под этим видео вы легко найдете ссылочку. И там, по промокоду EROKES, вы получите до 520 долларов бонуса. Я вам желаю, конечно же, удачи и исключительно лишь побед. Ну что же, наш дорогой Лизо чувствует себя прекрасно. Здесь у него все замечательно, идеальнейшие рикошеты от гранаты. Ой, какой ты просто мега нагибатор. Это солидно, это серьезно. Но рядом соперники очень похоже, что услышали, поняли и распознали его по киллчату. И просто разбежались, как те самые тараканы, которые при включении света начинают играть, кто первый залезет за шкаф. Два человека всего лишь осталось помимо него на эвенте, но есть вероятность, что они еще прилетят, прибегут, как-то припарашютируются, если, конечно же, не очкушники. По луту все хорошо. Водяных гранат собирает в том количестве, в котором в Питере ребята их обычно держат при себе. И наверху кто-то подавал признаки некой чечетки. Здесь, как обычно, в самый интересный момент вылезла рекламка. И я вот не сразу увидел, как Лиза разматывает вот этого парня на лестнице. Но это, мне кажется, стандартная тема. У всех такое было, когда ты поднимаешься на лестнице, тебя там в подъезде ждет какой-то определенный парень не самой приятной наружности. Ну и в итоге твоя мобила становится его мобилой. Может быть, он даже с нее сейчас смотрит мое видео. Так что, чувак, верни на место. Я против. Отдай обратно тому пацану. Вроде как должен быть игрок слева. Ну и да, он еще и показался. Спасибо большое, что удостоверил нас в своей инфе. Если что, я сказал, да, он еще и показался. Так что, ну мало ли. Хотя мы не на Твиче, вряд ли будут какие-то подобные претензии. Нормально, комбинация стихий. Аватар легенда об ком-то там. Не знаю, не смотрел. Я не анимешник, извините. Но здесь просто водички накинул. Огоньком поджарил. Чисто коктейль от Бати, который вот все, что было в холодосе, закинул и яйцом залил. И вот получилось как получилось. Забирает трезубец. Как бы вещь бесполезная. Но зато два ската. Как бы еще одна жизнь. По 90. Помимо трезубца тут есть чем поживиться. Ну и получается уже хорошая катка. 11 фрагов. Только самое начало. Подожди. А как ты собираешься при 50 живых, когда у тебя 11 убийств, сделать еще как бы 30 и даже больше? Интересный вопрос. Фамас, кстати. В руках. Оружие, которое нахер никому не нужно. На которое берут сильные игроки. И разваливают, отрывают им целые куски жоп. Ну. А ты еще подумай, стоит ли его брать или же нет. Показалось. Опа. Спалился с софтиной. Видно было человечка сквозь стенку. Она там где-то как-то не прогрузилась. И вот сейчас получаешь репортик. За такую приколюху я уверен, что вот этот человек, который только что был убит. Он уже пожаловался. Ну. Благо у нас действительно было видно, что это приколы игры. Вообще игра иногда удивляет. Вот мне как раз Степа Секрет пожаловался. Помню, что на турике на матче со сковородками он упал с двух метров. И как-то его персонаж умудрился умереть. Я повторяю, что каждый раз, мне кажется, на таких моментах должна быть надпись Добро пожаловать в PUBG Mobile. И какой-нибудь веселый чувак. Даже немного жалко этих ребят, которые просто выходят и получают 10 префаеров, даже еще не видя игрока. И они в принципе не понимают, а как его убить? А никак. Не выходить вот туда на лестницу. Что-то у него какая-то слишком хорошая стрельба, да? Лизу прям как будто бы потренировался перед матчем. Посидел вот это вот 10 секунд в ТДМе и 15 секунд на полигоне. Чисто стандартная тренировка главного киберспортсмена галактики. Проверил, сзади ли есть кто-то. Спереди какой-то бешеный монстр непонятного оружия. А что это у тебя? Я даже по звуку как-то не очень хорошо могу распознать. Это Ахмед. Пожалуйста, запомните вот этого человека. ТНТ Ахмед. То есть он взрывной. Ну или он взорвет. Я не знаю. Ну Лиза, наверное. Но вот в этот раз не получилось. Пока легко. Откуда здесь три разных человека, которые просто один за деревом? Второй за забором. Третий Ахмед. Ребята, как вы здесь вообще оказались в такой ситуации? О, скат это хорошо. Человек на скате, можно сказать, неуязвим. Ну, в какой-то мере. Там еще внутри есть человечек. Но надо бы как-то разобраться с этим на крыше. Ага. Ага. То есть, братуха, я правильно понял, что когда вокруг тебя летали четыре раза и не попали шариками, то ты как бы, ну, типа, да ладно, мне ничего не будет. Это очко! Ждал. Ждал, чтобы не прошляпить специально. А то, мало ли, иногда бывает. А знаете, для чего ждал? Для того, чтобы рассказать вам о бешеннейшей вообще теме. О том, что у меня сейчас в Телеграме проходит розыгрыш. Пятидесяти тысяч ЮСи. Вы представляете сейчас, сколько это? Пятьдесят тысяч ЮСи. Для вас, друзья, 69 человек. Прикольная, да, цифра? Если ты посмеялся на слое 69, поздравляю. Ты нормальный пацан. 69 человек получат по 720 ЮСи. Просто для участия прийти, подписаться. Вообще больше ничего делать не нужно. Ирокес Биба. Ссылочка вот там. Где? А ищи сам ссылку, понял? А что, думал, просто так ЮСи получишь? Так, конечно, получишь. В описании ссылка. О! Одним шаром двоих пацанов. Обычно, как бы, у одного пацана два шара. А тут у двух пацанов один шар. На двоих. Ну, как бы... Можно только посочувствовать. МГшку, естественно, берет. Вместо Фомасика. Сейчас вот этот парень на рыбе еще не представляет, что его здесь ожидает. Слышь, селедочный король. А, не, глянь, он тоже сильный. Сберила там настреливает. Походу, серьезный мастер. У его друга есть водяной пистолет. У Лиза есть хреновые навыки высаживания со скользких рыбех. Видать, мало опыта с девушками, так скажем. И вот они два нагибатора решают его запушить. Мы уже слышим их невероятный топот. Мы чувствуем, ну, я надеюсь, вы чувствуете. Не как кто-то из них напердел, а как они хотят раздобыть себе фраг. Как они уверены в себе, потому что их двое. А Лиза, походу, решил замутить торнадоид. Это опасно. Я напоминаю, что торнадо простреливается. Мало кто это знает. Но это так и есть. Ох! Так получается, что они смогли его прогреть. Не, ну это красиво. Два в один. Да, скажите нечестно. А какой нечестно? Лиза вообще бешеный. На него склады по 8 человек можно делать. Так что два в один это еще он проиграл, так сказать, меньшинству. Но благо есть дополнительные жизни. Не зря он уничтожал ивент. Дружочек, а ты забыл, да, что вот здесь вот есть человек, который по тебе стрелял? Рыбка Дори, привет! Как оно? Нормально? Окей. Просто 3 секунды назад человек стрелял с него по вышке. И он такой, да похер, его там уже нет. Ладно. Хороший скин. Модный приговор одобряет. Сразу тебя было заметно. И здесь какие-то интересные... Это был байт на гранату от Лиза? Ну для байта на гранату, братан, ты находился примерно в миллионе километров от него. О! О! Местный вор Магнитол! Это его научили в США всякие там эти пацаны из банд. Ну нет, не получилось у него украсть ламбу. Магнитолу тоже. Ну как бы... А как ты хотел? Кстати, вы видели? Я видел какой-то обзор на ютубе в шарсе. Там обзор ламбы Уруса от какой-то красивой японской девочки. И там, сука, в ламбе Урус, ну в настоящей, не в донатной, я имею в виду, в реальной, которая там... Сколько она там? 50-100 миллионов стоит. Ну вы поняли. Там магнитола на дисках. Я серьезно. Вы можете мне не поверить, но она там реально... Ну типа вот это вот говно с дисками. Вы где диск видели в 2024 году? Их не существует. Их уже все съели. Вы бы еще кассеты вот эти вот с карандашом наматывающим в ламбу сунули. Я тебе серьезно говорю, там прям ты суешь диск и музыка играет. Не флешку там, не аукс там, не блютуз соединение. Не, ну может это тоже как бы есть, но там диск в ламбе. Ты прикинь? Идиоты. О-о-о! Ва-хо-о-о! Охренеть! Да это хайлайт на 10 чебуреков. Не, ну это было реально красиво. Сейчас уже, кстати, такое не поделаешь. Этой катки, как мы видим, пару дней. А именно... Пять. Долго я высчитывал. Сложно посмотреть. Ну как бы занерфили, занерфили шарики. Это неприятно. О, еще больше патронов на П90. Заметили, кстати, вот сейчас, если ты выиграл ивент, и забираешь себе П90, то в большей части игр, ты потом можешь убить еще одного чела, у которого есть П90, и забрать у него патроны. То есть у тебя как будто бы бесконечный П90 до конца катки. Кайф, кайф. Просто, просто мега наслаждение. Хотик бежит. Суетолог снизу. Чувак, что ты делаешь? Ты решил попаркурить? Ты опоздал лет на 15, если что. Тогда было модно. Но он что-то бегает за лес, через забор обратно перелез. Там что-то передумал туда-сюда. Успокойся. Тебе надо просто встать под лестницу и ждать Лизу. Че вот это вот ты наматываешь там круги. А, котик лег. Ля, прикольный такой. Ну все, надо валить из-за зоны. А то... Кушает больно. Погнали. Не, ну судя по тому, как здесь ребята душили Лизу, все-таки, по идее, какие-то серьезные соперники тут все равно должны быть. Не может быть прям фулл сервер приколов. И вот очередной из этих мега мастеров стоит посреди поля. С ним стреляется какой-то 11 Гуршубанджи. А это оказался Тивалин. Звучит как какое-то название препарата, который нужно куда-то втирать. Или вмазывать. Что ты больше любишь? Втирать или вмазывать? Наверное, кто постарше, больше любит вмазывать. Опять же, из ниоткуда появляются какие-то люди. Ты там... Вы, вы... Вот... Где вы были? Это какие-то мастера маскировки, которые сидят за деревьями, прячутся в виде кустов. Но как только приезжает Лиза рядом, они такие... О, сука! Время бежать в поле! И выбегают вперед для того, чтобы их разнесли. Правильно я тебя понял, братанчик? Это твоя тактика. Хорошая тактика. Спасибо. Использую ее почаще. Ууу. Братан, убей его! Убей! Я болею за тебя всем сердцем! Ты достоин! Ты достоин! Тот самый момент, когда ты смог поднять молот Тора при всем классе, девочки на тебя смотрят, а в итоге ты штаны насрал. Ну как бы, блин, ну молот Тора-то поднят. Но обосранные штаны ничто не поменяет. Кстати, мне кажется, я прошляпил супер очко. Я не знаю, показалось. Нет? Ну ладно, у нас еще будет возможность реабилитироваться. Ну как же это было, сука, круто! Как же это было кайфово! Флешечка! Прямо в лицо Лизу. Он стоит full blind. Я вижу белый экран. У меня уже начинается приступ эпилепсии. Надеюсь, у вас нет. Я дисклеймер вначале ставить не буду, уж извините. А ну и так круто все сделать и так плохо отыграть. Бывает! На то это и PUBG Mobile. О, опять очередные два человека, которые гоняют по полям. Слышь, синий трактор! Первый есть. О, второй додумался за дерево прыгнуть. Ну как прыгнуть? Остаться там. Дружочек, смотри, как это делается. Смотри, раз, два, три. Пошел нахер. Это Сеня. Сеня! Есть такая вещь, транспорт. Попробуй как-нибудь, тебе понравится. Я тебе говорю, охренеешь от его эффективности. Скиньте, пожалуйста, этот видос Сени, потому что, ну, надо, чтобы человек знал. А то он, наверное, боится. Знаете, он посмотрел в своей жизни один фильм, где там какие-нибудь мафиози. Хорошо. Где какие-нибудь мафиози, и там чел садится в тачку, заводит ее, и она взрывается. Знаете, вот есть такая фигня в фильмах. Вот. И все. Вот он, короче, это увидел и такой, понял. В тачке садиться нельзя. И больше никогда не садиться ни в какую машину, нигде. Ни в игре, ни еще где-нибудь. Сеня, ты молодец. Осторожность, это важно. Это хорошо, но в игре можно. За другое говорить не буду. Не знаю. Но в игре я тебе, как бы, гарантирую. Если ты сядешь в тачку, она не взорвется. Прикиньте, у меня завтра Сеня видос скидывает, садится в тачку, а он взрывается. И пишет, Ракеш балабол. Всем внимание, пошел он нахер. Будет обидным. Так, еще какой-то пулеметчик. Я просто, я представляю лицо, с которым он сейчас вот это зажимал. Что у него язык высунут. Пена идет. Еще, наверное, он в этот момент сыт. Ну, убрали одного ската. Ну, вот это, это нехорошо. Вот, поплатился. Лиза у нас, короче, общество защиты рыб. Скат, это же рыба? Или кто это? Подожди. Бобер, это свинина? Ладно, я запутался. Ну, короче, скатов не надо трогать. Я ската, кстати, один раз или два в жизни ел. Он достаточно вкусный. А где тут этот пулеметчик? Мне с ним нравилось общаться. Что-то куда-то пропал. Сразу же, походу, понял, что здесь ему не так уж рады. А! У пулеметчика время побегать по полю. Понял, понял, братан. Обязательно. Посмотри, вот, какой спортивный сервер у Лиза. Вот у чуваков регулярные пробежки, и они их не прерывают даже под условием какого-то вот обстрела с М416. Насколько вот молодцы. Вот, сука, написано у тебя по времени, будильник есть, бегать в поле. Все, человек бегает. Ничего не знаю, так сказать. Так, что-то вас трое. Вот-вот, надо одного убить. Хорошо. Нет, 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 добей левого. Не добьешь левого, у тебя понос будет два дня. Ну, только не убивай его. Так, чувак, теперь, вот, хорошо, это... Это супер-бей, как и пиратько! Хорошо. Потому что... Я на 31-м не помню, что произошло. Это черная пелена. Знаете, это был вообще не ям. Один в три. Опять из ниоткуда. Братан. Ты телепортировался туда. Тебя там не было. Я уверен. Кайф позиция. У меня есть дерево. Ну, я что, лох становится за деревом? Я могу встать рядом с деревом. Такого ты никогда не ожидаешь. Ха-ха-ха. Первое правило, как победить. Удиви своего соперника. Вот я, например, как-то... Короче, была стрелка в школе. И чувак там должен был драться с пацаном, который в три раза крупнее его, такой мощный. Так этот пацан, короче, который мелкий... Он начал раздеваться! И все сказали, ну, он нахер! И никто не стал с ним драться. Потому что... С таким человеком связываться никто не будет. Умом! Ага! А, смотри, твой унитазный прикол-то не проходит, Лиза. Вот этот вот мистер Пропер не работает ни хрена. Ага, придется вылазить. Пол ХП чисто потерял по приколу. Ну, зато покатался, знаете, вот это вот. Почувствовал себя микробом на ободке унитаза. Скибиде тойлы там, вот это вот все. Скибиде толчок, даб-даб, еб-еб. Если вам стало больно после того, как я это сказал, поздравляю, у вас все хорошо с восприятием мира. 45! Да и все.